Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Ким. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Ким. Сегодня я вам расскажу про боли в спине. Будет два аспекта. Первый физический и второй эмоциональный. Почему я могу об этом говорить? Потому что я занимаюсь уже этим на протяжении четырех лет. Я не врач, я не психолог и к спине не имею никакого отношения. Единственное, я наблюдал, как и из-за чего болит спина. Первое образование у меня инженерное, поэтому на втором курсе института мы изучали биомеханику. Поэтому я заметил такие штуки, которые почему-то не замечают врачи и хотел бы обратить в первую очередь их внимание на то, на первую причину, из-за чего болит спина. Это видео будет полезно для мануальных терапевтов. Это видео будет полезно для мануальщиков, которые вправляют спины и позвонки. Почему-то никто не обращает внимание на асимметрию, на разницу длины ног. Резать будем же, да? Зрительный контакт. Не уводишь взгляд. Вот. Давайте начнем. Еще раз хочу повторить, что это не является каким-то уже доказанным методом. Это только мои наблюдения. И сейчас физику я вам немножко расскажу. Сейчас я вам нарисую схематичное тело человека и объясню, почему и как болит спина. Из-за чего вообще это начинается. И в этом есть четкая логика. И очень мало медицины пока. Вот примерно так выглядит схематично, если нарисовать тело человека. И первая причина боли в спине — это разница в длине ног. Допустим, левая нога длиннее, и здесь есть какое-то дельта, да? И вот несмотря на то, что нога длиннее, человек все равно стоит ровно относительно земли. Почему? Потому что есть такой момент как гравитация, да? И мы в любом случае будем стоять прямо. Поэтому для того, чтобы тело человека, чтобы мы стояли ровно, мы вот эта сторона, в общем, та нога, которая длиннее, с той стороны таз поднимается вверх. И таз становится вот так. И тогда нога станет немного, в общем, ровнее. И тогда человек будет стоять ровно. Из-за этого смещается таз, смещается копчик. Из-за того, что таз стоит криво, смещаются L5 и L4 позвонок очень часто. В грудном отделе происходит смещение. И происходит смещение в шейных позвонках. Но вся первая причина, она вот в этом. Это по моим наблюдениям. Поэтому мы можем очень долго лечить спину, мы можем вправлять поясницу, мы можем делать грудной отдел, шейные позвонки. Но никогда мы не сможем этого сделать и эффект не будет долгим, пока мы не поставим ногу на место. Для того, чтобы нога стояла на место, нужна привычка. Очень часто у людей это происходит еще с момента рождения. У кого-то это с первых травм. У кого-то это происходит... У женщин вообще это происходит постоянно и после каждых родов. Поэтому женщина, которая рожала, всегда страдает больными в пояснице. Поэтому появляется остеохондроз только из-за того, что появляются защемления. Откуда берется остеохондроз? Это знает практически любой врач, который более или менее изучал. Боли в спине, позвоночник. Остеохондроз возникает тогда, когда появляются трещины в межпозвоночном диске. Нарисуем схематичный диск просто. И здесь вот позвонок. Сейчас я его наберу. Допустим, тоже позвонки идут. Опять же все схематично. Тогда, когда у нас происходит защемление, позвонки становятся не параллельно земле, а становятся немножко криво. Они становятся, допустим, вот так. Это вот этот, и вот этот выйдет вот так. Из этого происходит защемление межпозвоночного диска, и он становится деформирован в этих местах. Он становится какой-то вот такой. Из-за этого не поступает сюда, из-за того, что пережимаются сосуды и нервные окончания, сюда поступает очень мало питания. И диск начинается, он дает трещины небольшие. И для того, чтобы как-то сохранить этот диск, организм подает большое количество соли на вот эти вот отделы. В общем, он забивает солью, эти трещины забивают солью. Поэтому появляется остеохондроз, когда появляется большое количество соли вокруг межпозвоночного диска. И, конечно, массаж помогает, и он разгоняет эту соль. Но как только вы прекратили массаж, уже буквально через месяц вы почувствуете, что у вас опять тяжесть в плечевом отделе, шейном. Только из-за того, что организм опять начинает подавать туда большое количество соли. И для того, чтобы это не разгонять, просто очень важно убрать вот это защемление. Если мы так только убираем это защемление, и межпозвоночному диску нужно будет совсем немного времени, это занимает примерно месяц. Но важно очень пить большое количество воды и убирать защемление постоянно в течение месяца. Как только почувствовал человек, что слетел, это важно обратно ставить. И тогда высвободятся вот эти сосуды, высвободятся нервные окончания, уйдут боли, и будут поступать питательные вещества, и диск вернет сам свою эластичность. Вот. Это то, что по механике. У меня есть отдельное видео, где показано, как это делается, как справляется нога, как справляется поясничный отдел. Но когда мы ставим таз на место, ногу и таз на место, тогда возвращается практически сам весь позвонок становится где-то в течение 30-40 минут он становится на место, вытягивается. То есть здесь уже сила гравитации играет в нашу сторону. Но это только тогда, когда мы поставили ногу на место. Даже когда у человека болит шея, мы ставим ногу и проходит шея. Это, конечно, не сразу понятно и не совсем это логично, но это происходит примерно так. Останавливайся. Что-то я... Дедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедед